ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Исперанто – это искусственный язык, созданный 120 лет назад польским врачом Лазарем Замингофом. Замингоф жил во многонациональном городе и хотел, чтобы все люди нашли общий язык в буквальном смысле этого слова. Он взял из разных языков самое лучшее и создал новый, на основе латинского алфавита. Всего 16 правил и никаких мучительных исключений и неправильных глаголов. В первой опубликованной книге доктора Исперанто из 38 страниц грамматика занимала всего 4. И хотя человечество не заговорило на Исперанто спустя 20 лет, как завещал Замингоф, его идея живет до сих пор. Здесь живет семья москвичей Пеньковых. Для них Исперанто – это второй родной язык. Юля и Андрей сегодня открывают месяц Исперанто. Это их семейная традиция. Ни слова на русском, хотя для меня они делают исключение. Меня, например, в любой месяц зовут одинаково, Яна. А вот как вы обращаетесь друг к другу в этот месяц? По-другому наверняка? Ну, Андрей меня называет Флю, это сокращенно от моего Исперанто имени Флюганто Сорен. Флюганто Сорен? Да. В переводе это означает «влетящая ввысь». Это имя мне дала мой преподаватель, потому что я училась на курсах. Как интересно. А Андрей выучил сам по интернету, нашел учебник преподавателей. Выучил сам, поэтому у него имя просто Андрео. Исперанто имя Флюганто и Андрео дали и девятимесячному лабрадору. Ее зовут Чарма, что значит «очаровательная». А вот рыжего кота даже в месяц Исперанто тут называют просто «горшок». А тем временем на Манежной площади… Живой Ленин, живой Ленин. Анатолий Кокленков работает Лениным. Он похож на него, как две капли воды. Его Ильич – настоящий полиглот. Такая ответственная роль Ленин все-таки как-то подвигла меня начать заниматься самообразованием. Двойник Ильича Анатолий Кокленков начал осваивать иностранные языки в 50 лет. Знают и любят и английский, и китайский, но больше китайский. Для китайских туристов у него даже тариф особый, самый дешевый. Всем остальным фото с Лениным стоит на 100 рублей дороже. А эсперантистам – вообще бесплатно. Еще бы, братья по разуму. Ну, все как бы экзамен прошли, вот, заинтересовался этим языком. Значит, серого вещества немножко побольше, чем у остальных людей. В свое время марксисты намеревались делать эсперанты языком мировой революции и заставляли изучать его бойцов Красной Армии. Анатолий Ивановича тоже вдохновила красивая и благородная идея Замингофа – объединить людей во всем мире. Остальные языки наш Ленин считает дикими. Эсперанто уважает за простоту и изящность. Вот представьте, к нам инопланетянин прилетит. И мы предложим ему для изучения, чтобы он к нам приобщился, русский или английский язык. Что он скажет? Он расплюется и не будет учить. А эсперанты ему подадим. Он, это самое, в две недели все это, а может и быстрее, будет вполне коммуникабельно. А тем временем Андре ознакомит меня с интернет-ресурсами на эсперанто. Их множество. Оказывается, на эсперанто переведены и слова о полку Игореве и Евгении Онегин Пушкина. В интернете есть библиотеки, песни, обучающие курсы, чаты, форумы и статьи. А главное – люди, которые говорят на этом языке. Один очень умный эсперантист сказал, что эсперанты и интернет созданы друг для друга. И действительно, через интернет очень легко и доступно выучить эсперанто. Есть какие-то специальные сайты? Я обучался посредством рассылки. Я писал туда ответы на поставленные задания. А желающие проверяли эти задания, мои ответы, и писали об ошибках. Есть специальные сайты для обучения. В том числе, если вы видите тут список людей, это люди в той или иной степени заинтересовавшиеся эсперантой и подписавшиеся на этот сайт. Ну а друзья, у вас появились именно друзья-эсперантисты, с которыми вы постоянно держите связь и только на эсперанто? Вот, например, из других стран? Ну, кроме того, что к нам периодически приезжают друзья из других стран, опять же, с посредством эсперанто мы с ними можем общаться вживую. Вот вижу Карлос Хернандес. Карлос Хернандес, да, один из эсперантистов. Это Барселона, Испания? Да, он испанец, каталонец. Яна, сегодня будут курсы эсперанто, если хотите, мы можем посетить. Ой, с удовольствием. Пойдемте. Пойдемте. С флюгантой мы пришли в московский эсперанто-клуб. Сейчас здесь собираются старички, те, кто уже закончил курсы. Это Франк, он из Колумбии, а в Москве учится на врача. Франк любит эсперанто за то, что перед этим языком все равны. Ведь на английском никто не будет говорить лучше англичан. А в эсперанто русские по-прежнему акают, французы произносят гортанное «р». Но главное, и те, и другие говорят правильно. Одна и та же фраза на эсперанто может звучать совершенно по-разному. Исперантисты обижаются, когда их язык называют искусственным. Ведь он пережил все войны, запреты Гитлера и Сталина и оказался самым живучим из придуманных языков. То есть приходила конкуренция. Их языков не только 5-10, их тысячи, сотни. Но вот в этом естественном отборе за эти 100 лет эсперанто он как бы победил. Потому что число эсперантистов идет на миллионы. Ну активные, допустим, на сотни тысяч, которые активно употребляют. А в 7 часов вечера на занятия по эсперанто приходят новички. Руководитель клуба и преподаватель Ирина Гончарова – эсперантист в третьем поколении. В эсперанто-клубе когда-то познакомились ее дедушка и бабушка. И на этом языке первое слово сказала ее дочь. Первое слово в ее жизни было «като», значит «кошка». Ну в картинке тыкали, да? И ни мама никакая. Вот была «като» у нас, мой кот. А гилерта или мистера, а скорее всего, бон антагон, добрый день. Одно из этих имен мне могли бы дать на курсах эсперанто. А еще говорят, что через 10 минут после изучения этого языка я смогу читать Афматову на нем. Я не верю. Сейчас все получится. В эсперанто есть три основных правила произношения. Одна буква обозначает один и всегда один и тот же звук. Одна буква, один звук. Ударение всегда на второй гласной с конца. Я прочитаю первый абзац из стихотворения Ахматовой, очень известного стихотворения. «Нокто, лундо, ладудек у муа, ла контурой дель урб, энмальгель, фантазийс мальделигентуло, кэ экзистас ла ам, сум, че эль». «Двадцать первая, ночь, понедельник, очертание столицы во мгле, сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле». Ну вот последнее – это тоже точно трудно. Есть на срочные знаки несколько букв с надсрочными знаками. Вот, например, слово «шальтилё». Это без насрочного знака. Это читается, наверное, как «эс». Совершенно правильно, как «с». «Ла контуро де ульб, энмальгель». С надсрочным, как «ш», «ко», «контурой». Здесь мы встречаемся со словом «чэль». Комбинации такие сложные. «Нокто, лундо». Вообще понятно, что мы читаем, да? «Ла дудек у муа, ла контурой». В лене английского не будет, да? Ну, наверняка. Ну, сама. Ой, не торопись. «Нокто, лундо, ла дудек у муа, ла контурой дель урб, энмальгель. Фантазии мальдилигентулу. 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 Кэкзистэс ла эм суб чел. Жар меня бросила. Ирина говорит, что курс эсперанто – это, прежде всего, пропуск в эсперанто сообщества. Сообщество путешественников, весельчаков и придумщиков. Которые бросили вызов всемогущему английскому. Я-то совершенно точно уверена, что эсперанто давно-давно победил. Вот когда Замингов создавал язык, у него была идея такова, что, в конце концов, весь мир, все человечество заговорит на эсперанто. И тогда цель будет достигнута. Но по мере исторического хода эсперантисты увидели, что это не та цель, к которой, собственно говоря, все обязательно должны стремиться. Что значит «победил» для нас? Победил для нас это то, что мы сами, те люди, которые сюда приходят, они находят то, зачем они пришли. То есть они всегда найдут с кем пообщаться на эсперанто в любой стране мира. Они от каждого эсперантиста получат помощь, поддержку, совет. Они, ну, то есть это работает. А вечером после курсов у Андрео и Флюганты посиделки эсперантистов. Ну что ж, сегодняшний день я провела с эсперантистами пеньковыми. Теперь я знаю, как можно назвать собаку на эсперанто, как читать стихи Ахматовой на эсперанто, и как звучит моя фамилия на эсперанто. Бон Антагон, добрый день. Да и вообще, мне кажется, искусственный язык – это круто. Вот теперь, наверное, выучу Идо, Волопюк и Соль-Ре-Соль. Редактор субтитров А.Семкин